привет спрашивали в чате как делать вот такую пружинку получилось вроде достаточно ровно так что сейчас покажу как я ее делал круг хватит вот 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 Продолжение следует... 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 вот здесь готово те же самые манипуляции те же самые манипуляции боли как смачно все выходит как смачно здесь короче просто про прослайдить можно чтобы ровненько пошло вот теперь это переводим черт и вот эта деталь вот это вот у нее вот в этой точке будет ось вращения вот это колесико крутится у нее изменяемый как она называется секторная короче вот такая штука то есть она с изменяемым диаметром вот когда я крутишь колечко вот эта деталь она вот в этой плоскости ходит ну то есть имеется ввиду вот в этой оси она вращается вот так вот она есть ну и соответственно пружинка где он здесь крепится она тоже должна ходить вот если я буду делать анимацию ну или как-то двигать я говорю что хотел чтобы переди курой эта штука была его 10-5 если она будет растягиваться вот и сам пруток он как бы формироваться не будет то есть если его как мышь сделать скилить вот вот здесь видно как он деформируется вот этого я не хочу я хочу чтобы он так вот нормально оставался а еще тема как можно динструктивное модерирование производить с БО вот такой был переход я его сначала надо было сделать плавный переход сначала я подумал его сделать не сами берем вот здесь вот и добавляем вот 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 здесь что происходит до какого-то момента него есть нормально но пока что такая штука произойдет вот такой переходный больше понравился я сделал две вертек-группы первый вертек-группы второй вертек-группы два нотификатора положил после после нотификатора толщины вот и то есть она созданная вот здесь вот эти вертеки вот здесь который новый он их тоже автоматически добавил вертек-группу когда я применяю Bevel поверхность группы поверхность группы 1 поверхность группы 2 он автоматически их тоже задействовал и получается Bevel более более такой ровный ну то есть если бы сначала я загнул бы сделал плавный вот этот элемент потом применил модификатор толщины тогда вот эти как сказать вот эти сегменты он бы наложил немного не так они в этом треугольнику бы были вот например вот здесь на большом изломе то есть здесь вот применен на вот этот Edge здесь Bevel то есть сначала вегменте выкругляется а потом бывает скрещина и поэтому не сломается а если пойдет в группе в группе сделать Bevel тогда наложится и на вот это вот на этот Edge просто здесь так не прокорать потом руками надо будет сделать потому что здесь вот такая что-то без загиб здесь просто надо быть руками соединить чтобы понятно было что я сейчас покажу вот так бы первый варит вот теперь я беру и добавляю вот эту штуку вот эти минуты в другой момент получился это же как-то не очень ну короче вот здесь это проканывает когда угол такой большой стрёмно выглядит здесь вополчение какое-то слишком сильное получается это да это 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 так что-то Наверное лучше Возвращение вот идеально вообще такого тоже понравилось короче все хочешь сделать чтобы было красиво белый все руками практически всегда вода это что это что надо так удобно если больше чем граф какие-то делать очень нормально вот такими булины выжатом отдел где надо можно поменять местами все штуки перебивать все это удобно спасибо за внимание